Андалусия Именно здесь, в Андалусии, живут лучшие в мире Тореадоры. Только здесь, в Андалусии, танцует истинная фламенко. И тут, в Андалусии, больше всего любят ловить баса. Раймондо и его друзья рыбу не отпускают. Фермеры не знают, что очень скоро тихие воды Лябренье взорвутся ревом многосильных моторов. А пока хлеб Альбурна – бас. Кордова – важнейший центр Андалусии. Искусство, история, гастрономия – это то, ради чего здесь необходимо побывать. Но наши в городе совсем по другой причине. Их узнают на улицах, с ними хотят сфотографироваться. И это понятно. Наши парни из русской бас-лиги. Речка, напоминающая нашу сетань или пихорку. Больше, наверное, сет у него. По прозрачности воды прям очень похожа. Кто про что, рыбак о своем. Везде и во всем им мерещится их игра, ради которой они сюда и приехали. Один суспендер, другой плавающий. Нет, второй тоже. Они все одинаковые. Вот этот побыстрее только всплывает. Вот этот побыстрее всплывает. Вот этот побыстрее всплывает. Вот дай тот, не перепутать. Подожди, а с моей сайдстеп. Для такой агрессивной ловли, для вываживания из крепких мест, в принципе, я думаю, что ее будет в самый раз. Здесь много кустов, много коряжника, поэтому к снастям предъявляется повышенное требование. А удочки должны быть жесткие, с повышенной мощностью, с высоким сдерживающим ресурсом. Компромиссов не будет. Нет, у побыстры далеко не убираешь. Нет, он реально убирает. Серега, что по ветру сегодня? Ничего. Вообще ничего. Ноль. Весь день? Весь день. Что, по-московски поедем, да? Ну, поедем по-московски. Настроение по всему видно боевое, и это радует. Подготовка нашей сборной к чемпионату мира заняла много времени. Десять дней упорных тренировок на водоеме. Многие недели сбора информации, работы с картами и навигацией, подготовка снастей. Главное, чтобы каждый элемент снасти был проверен. Стыки надежно воткнуты, леска непосеченная, свеженькая. Все должно быть в полной боевой готовности. От любой мелочи зависит лидер ты или замыкающий. Ты готов? Да. Теперь да. Адреналин по крови размазываем. Кило 350. Такого мандража у меня лет 20 не было. Полторашечка. Кило 630. Двушничек. 2 250. Все. Еще небольшой па закрепили. Итак, старт. В группе А уходит на акваторию экипаж играющего тренера сборной Сергея Титова и Дениса Вихрова, подающего большие надежды. В группе Б стартует лодка капитана сборной Вадима Киндина и его напарника Андрея Мосина. Опытные бойцы. Не зря в их сторону так пристально смотрели испанцы. Андрей Петерцов и Андрей Живин. Наши Андрюшки. Они стали лучшими рыболовами 2012 года по итогам турнира Лиги профессиональных рыболовов. Затих шум моторов. Улеглась волна. Первые забросы и подсечки. Италия мимо. Венесуэла – это дерево, ребята. У наших явно что-то не клеится. Италия на хорошей точке. У Вадима зацеп. Затопленные деревни. В них-то басы прячутся. Рыба. Еще одна. Крупнее. Чья? Денис Вихров на рак из глубины. Кипер? Можно брать? Тетеныш. Недомерки. Но наш все же больше итальянского. И это радует. В азарте рвутся лески. Техас привязываем. Оборвал в кустах. Леска трется. Подсечки достаточно мощные. И скоростное вываживание после подсечек. Поэтому периодически нужно леску проверять. Вот слишком сильная подселка, через ветки шла леска. Поэтому лопнула леска. Леска лопнула. А нервы натянуты до звона. У всех один вопрос. Как там наши? Еще раз. Не понял. Не понял. Во, Андрюх, слышите? А сейчас нормально. Вы сейчас где? Чего у вас? Клюет? Мы на втором месте. Ваши плотины. Плотины. У нас болты вообще полные пока. Примерно то же самое. Примерно то же самое. Наша сборная вышла с настроем биться отчаянно и до конца. Водоем изучен почти на все сто. Ну, пять процентов оставили на всякие неожиданности. И, похоже, хитрый бас подкинул сложную задачку. Какая незабудка. Слышит, кто нет. Мы в самом конце зоны. Мы в самом конце зоны. Кто меня слышит? Практически на границе около буев на наших двух корсах. На одну встать не можем. Там немцы крутятся постоянно, не уходят уже минут сорок. А на второй все тоже хорошо. Но мы шифруемся. Во сколько финиш у нас? На следующий. Хороший вопрос. Главное, вовремя задом. Приличный. А еще раз можно? Пять, соль, соль. Спасибо. Время безжалостно летело в сторону финиша. Нельзя сказать, что в лайвелах наших лодок было пусто, но хотелось сделать результат. Рыбы в Лябре немного. Закрыться пятью килограммами особого труда не составляет. Но весомые результаты, конечно, будут за семь. Местный бас ориентирован на питание биологической рыбой альбурной и раками. Именно так и было определено на тренировках. Но ближе к чемпионату интересы баса явно сместились в сторону альбурной. И силиконовые раки и Техас стали бесполезными. Слушай, рыбы дофига. Я не знаю, на что ловить его только. Однако решение было найдено. Двушничек. Браво. Не зря Андрей Живен комвал перед стартом. Ой, не зря. Легкое похолодание заставило басу уйти на большие глубины. Наши парни это поняли. Не сразу, но поняли. И пошла работа. Ах, дерево, блин. Вышел? Да. Может, небольшое, просто я его из дерева тащу. Глубоководный крэнк и спиннербейт. Дальний заброс в открытую воду и максимальное заглубление приманки. Вплоть до 15 метров. В этом залог успеха. Ни в коем случае не жаться к берегам, как это делают приверженцы басовой классики. Здешний бас, хитрый бас. Не такое, как все. И вот доказательства. Полторашечка. Брависсимо. Все, не плывет, Андрюх. Не плывет. Андрюх, сажай в лайву. Близится время финиша. Идут последние приготовления к торжественному определению результатов первого дня. Скоро мы узнаем расклад сил на девятом чемпионате мира по спортивной ловле басов. Именно первым туром определяются фавориты и аутсайдеры. Хотя басовая рыбалка полна сюрпризов. Браво, Россия. Браво, Титов. Пронемир Калинич, спасибо тебе за добрые слова. Нам очень плеска хорватская сборная. Итак, внимание, всем тихо. Сергей Титов и Денис Вихров. Удивляйте, парни, удивляйте. 7385. Браво, Россия. Браво, Титов. Для тех, кто не знает, Синка по-испански 5. 5 с небольшим привез испанский экипаж. Перейдите с той стороны и сразу в ботан. Франция в первый же день заявила о себе как о сильной команде. Хотя в подобном чемпионате французы принимают участие впервые. Португалия слегка провалилась. Снова Россия у весов. Вадим Гиндин, Андрей Мосин. Вот это да! Лучший результат дня. Или пока лучше. Андрюха, слушай меня внимательно. Вы бы выпрыгивайте с Синкой. Синку двумя руками держать. Лучше в два кладить. Мы чуть рыбу не потеряли. Финишируют наши Андрюшки. Хороший бас. Португалия. Опять Синка. Опять с малым гаком привезла Португалия. Синьку, Синьку. Встаешь в очередь. Встаешь в очередь, макаешь в это. Пока наши в очереди у весов свази Лен. No big fish. Нет большой рыбы. Очень скромно выступили с ВАЗИ. Теперь наши. Андрей Петерцов, Андрей Жилин. Держим кулаки. Хотя мы в них уверены, не подведут. Не подвели. Все как задумано. Три первых места в первом туре. Итак, у нас 14 очков отрыва от второго результата команды ЮАР. Неплохой задел. У нас сегодня настроение с утра было. Хоть в петлю лезь. Первые три часа в особенности. Нет связи, нет рыбы, нет поклевок. Вообще непонятно, чего делать. Не глотка воды за восемь часов. Не говоря уже об этом бутерброде. Сегодня денек отличный. Мы первый, второй, третий. Ну, поесть не удается во время ловли. Это нормально. Так держать, парни. Мы верим в вас. А теперь домой на разбор полетов. Была у меня там одна точка, невыраженная с берега коса. Мы ее решили проверить. Неважно, это было где. Ноль. Опять заход на два дерева. Это у нас получается через где-то еще 30 минут. Время 14.05. Ловим там в течение 40 минут. Одна рыба двушник. Две рыбы от 600 до 700. Это щучья, это которая лобовая. Ноль мы там. А вот теперь мы левая коса, на которой вы ничего не поймали. Это что за коса? Не лобовая коса, а левая. А потом мы плывем на точку, где Вадим поймал щуку. Это лобовая коса в острове. Две рыбы. Одна кило 300, другая два 950. 9.30. Мы с два дерева. Мы начали с него. Прикольно. Первая поклевка была метров за 25. За последними деревьями. Пелогическая рыба или рыбу. И рядом с деревьями и пелогическая. Заходим в самих кустах на этом секретном острове ничего. Встаем, залезаем в деревья. Я говорю, давай сейчас окину просто никуда этот спиннербэт. Максимальный заброс, он начинает падать. Где-то на 17 секунде удар. Еще 2-3 заброса. На каждом забросе вот эти вот поклевки. Потом один сел. Ну так визуально он сошел где-то на полдороге. Грамм 700 может быть максимум. Я в этот момент кидал. Гранж Миноу, на котором это местно. Зато просто ну как бы на это клевало. Не нет поклевок вообще. На подходе к косой основания спиннербэт. До дна я так ловил. Сереге сказал. Переключился я начал ловить на другие приманки. Серега, чтобы тоже понять. Тоже начал ловить так на спиннербэт. И дело пошло у него. Нет, давай резюмируем. Потому что мы сейчас это все послушали. Резюмируем. То есть получается. До там, я не помню там что-то. До часов 12 или больше. Получается, что у вас еще ничего не было. У нас максимум 900 грамм работают. Почему бы не до двух. Понимаешь, что он не бросает. То есть вот не тюк там чуть-чуть и бросил. Не знаю, у меня многие вчера бросали. Пока я здесь с 14 на 10 не вылежал. А, ну по крайней мере на 14 точно. На 14 бросает часто. Да. Во-первых... На 10 тоже бросает. Во-первых, я просто... Я теперь уже даже не знаю. Может быть он уже не бросает. Но я уже не жду. Поклевка, подсечка. Поклевка, подсечка. Без паузы. Но маленькая рыба часто делает так. Дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Тьфу. И вот так вот делает. Ты подсекаешься в дерево. И сажаешься в дерево, да. С открытым... Ну просто вы вчера на Техас не ловили. И вот я говорю, я вспомнил, еще посмотрел записи, я вспомнил. Все, что мы на Техас поймали, мы на Техас поймали все-таки у нас там пару по 900, у нас кило на Техас. А все не ниже 13 метров, не выше 13 метров. У нас постановка в районе 12-13 метров. А вот теперь действительно адреналин зашкаливает у всех. Второй тур. Этот день запомнится надолго. Расклад сил примерно ясен. Франция, Южная Африка, Португалия и хозяева чемпионата испанца имеют все шансы занять лидирующие позиции. Кто кого. Будет ли борьба честной. Или можно ожидать разных подвохов. Мы хорошо помним чемпионат мира в Италии, когда загадочным образом погибла рыба в лавеле экипажа Вадима Гиндина и Андрея Мосина. Но как бы ни сложилась ситуация на водоеме Носей, раз главной фигурой в этой игре является бас. Рыба, которая заставляет всегда быть в тонусе. И тот, кто сумеет предугадать, что нужно басу в конкретный момент и проявит высочайшее мастерство, тот и будет лидером. На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз. Приходят на ум строки Владимира Высоцкого. Складывается ощущение, что ловим мы в приглядку. И это понятно. И это приятно. Боятся, уважают. Андрюха, уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Выше, 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 Андрюха, выше. Спиннинг 90 градусов. Правильно, ребята, верное решение. Ловить здесь больше нечего. И пусть говорят, мол, звезды так легли. Везет тому, кто умеет, кто самоотверженно бьется. У нас нет баса в России, но мы умеем сражаться и никогда не сдаемся. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Ну, где-то 1,7 кг. Короче, 2 кг. Кг никто скрипит. И крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер, еще не вечер. Дело сделано. Молодцы, Вадим и Андрей. Слов нет, молодцы. Вновь первая. Испанцы привезли пятый результат. Неплохо отловила Мексика. Замечено. Если Сергей Титов показывает рыбу, день прошел легко и плодотворно. Венесуэла провалилась глубоко. Бывает. Итак, Сергей Титов, Денис Вихров. Третий результат дня. Мы впереди планеты всей, не только в области балета. Андрюшки, у них был очень нелегкий день. Шестой результат. Но это не беда. Командный отрыв от ближайших конкурентов 76 мест. Ура! Ну, Билл, наверное, не тянули. Билл, полторашники. А, Билл. Барбалу садится килограмма на три, на трючок и на трейлер хук. Вадик в этот момент крэн бросает у него, он отрывается, он хватает... Отрывается и... А то Поттер всаживается ему в палец, ты представляешь? А в это время начинают есть мой крэнк, оторванный. Начинают его тявкать, понимаешь? А Барбалу я не могу снять. Бой продолжается. Все в один момент, я садил себе вотер в палец. А, вот это откуда. Ага. Причем прикольно, распускаешь мульт, вроде бы все хорошо, все классно. Опа, он в полете завращался и упал под лодку. Затягиваешь мульт, он вот... Ты мультом каким кидаешь? Да так. Да я разными пробовал. Не, именно пластикой каким я кидаю. Я кидаю... Ну, они на одной платформе. Это ДЗ, Козелён, и тем и другим я кидаю. Еще перед соревнованиями катушку. Последний бой, он трудный, самый... Третий тур. Немного забегая вперед, скажем. Этот чемпионат для нашей сборной стал образцом командной игры. И мы убеждены, что именно так должно быть и впредь. Была выбрана верная тактика. Ловить рыбу с подхода, потом перемещаться на новое место. Самые стабильные по итогам тренировок точки занимал тот экипаж, у которого после полутора часов ловли был результат похуже. Если кто-то находил скопление баса, туда выставлялся самый отстающий экипаж. А пока Андрей Живин исполняет свой сакральный танец. Эти поозначали. Ловись, рыбка большая, но не маленькая. Номер 5. Весь 25. Попись вверх. Весь 1. Весь 28. Весь 28. Весь 18. Команды уходили со старта с пониманием, что Россия недосягаема. Основная борьба должна была разгореться за второе и третье места. На это претендовали Мексика, естественно, Португалия с хорошим результатом второго дня, французы, хоть и новички, но первый день у них был удачен. И, конечно, испанцы. Спортсмены этих команд очень сильны и опытны. У них же, в отличие от России, есть баз в водоемах. Кстати, заметим, испанские и португальские экипажи ловят и поймали не вблизи затопленных береговых кустов. Они вышли на те точки, где баз ищет пелагическую рыбу. И это особенность водохранилища Лябрения. Местный баз способен, а может и научился, он же умный, образовывать котлы, как жерех или окунь. А вот французы добились успеха именно под берегом. Спортсмены Южной Африки, похоже, подсилены на щупы. Но они тоже претендуют на призовые места. Поберегись. Хороший заброс. Дальний. Вы спросите, почему наши в синей форме, они в привычной салатовой? Немного терпения. Такие не нужны? Килограммы за борт, не глядя. Значит, лайвеллы сборной России полны достойных трофеев. Вот еще один. И тоже не нужен. А переоделись в синюю форму для того, чтобы ввести в заблуждение другие команды, чтобы не подглядывали и не мешали ловить. А вот это за два килограмма явно. Извините, господа, так вышло за полчаса до финальной сирены. Браво, Вадим! Брависсимо, Андрей! И всем становится все ясно. Русские безжалостны и непобедимы. Однако рано уходить. А на пассажок барабанная дробь. Та-та-та-та-та-та-та. Даже судья в лодке, тот хлопает в ладоши. Есть двушник на пассажок. А дальше можно и без комментариев. Андрей Петерцов и Андрей Живин больше 7 килограммов. Четвертый результат дня. 7 килограммов, 245 килограммов. Рано радуетесь. Не пугайте так. Испания по итогам чемпионата стала пятой. Веселые ребята португальцев. Они поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. Все затаили дыхание. Комментарии, как говорится, излишни. С таким результатом только на верхней ступени пьедестала. Победно вскинуты руки. Приближаются чемпионы. Не верите? Смотрите. Вадим Гиндин и Андрей Мосин. Запомните их имена. Приближается. Эта gente la conozco hace más de 5 años. 2006. Долго будут вспоминать этот чемпионат. Беспрецедентная победа. Русские были просто великолепны. Так потом будут говорить очевидцы и счастливые обладатели автографов. Три первых места в личном зачете. Чемпионы мира. И, внимание, с отрывом от ближайших соперников 103 очка. Такого мир не видал. И, внимание, с отрывом от ближайших соперников. 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 С отрывом от ближайших соперников. Спасибо. Мы поздравляем нашу сборную с заслуженной и с убедительной победой. Ура! Так держать! В недалеком будущем потные маки с автографами сборной России на аукционе Сотбис будут стоить немыслимых денег. Водохранилище Лебрения. Местный фермер Раймондо де Луцио любит с друзьями ловить рыбу. За прошедшие три дня Раймондо и его друзья многое поняли. И теперь они решили, что ловить будут только щуку. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...